Девушки отдыхают Двадцать первую главу Если у кого-то есть Библия Это девяносто третья страница Если Библии нет Открывайте электронный вариант Двадцать первая глава Одиннадцатый стих Я выборочно буду читать Но вы эти места писания прекрасно знаете Все это уже Не раз читано Перечитано Разобрано Но давайте посмотрим на это С сегодняшними глазами И так Одиннадцатый стих Будут большие землетрясения По местам и глады и моры И ужасные явления И великие знамения с неба Я думаю что То что сейчас происходило с этим коронавирусом Последние два месяца Это ужасное явление Потому что в том же Китае Сейчас уже по новостям передали Что последний госпиталь расформировали Где были больные коронавирусом В Европе все еще Он бушует Все еще Смотрите Я хочу просто Сделать небольшое отвлечение Где больше всего умирает Людей от коронавируса В странах Где не привыкли Много пить воды В жарких странах Нет такой смертности От коронавируса Как в странах Где не привыкли пить много воды Водный режим Нужно соблюдать обязательно Два с половиной литра воды Это просто Ну без этого никак Для того чтобы Просто уберечь свой организм Потому что любой вирус Высушивает организм Но коронавирус особенно И вот эти вот токсины Которые выделяет этот коронавирус Они очень плохо влияют Именно на На водный баланс организма Поэтому в нашей стране При всем при том Что у нас есть По последним данным Около пяти тысяч человек На карантине Где-то около До 120 человек У них обнаружен коронавирус Смертности от коронавируса Нет слава богу И не будет Потому что мы Умеем быть послушными Простое свидетельство Вчера был В суперфарм Заходил Возле аптеки Толпится как всегда Куча народу Почему? Потому что маски продают Все маски покупают Так вот Все послушали Указания На вот послушных в Израиле Послушали указания И все стоят на расстоянии Полутора-двух метров Друг от друга Никто друг другу Не подходит Это очень важный момент Мы умеем слушаться Да Если вы Находитесь на Полутора метров И больше От человека Который даже Любым Дегонфекционным заболеванием Вирусным Болен Вы от него Не заразитесь Потому что Микроба передается На расстоянии Примерно полтора метра Но При этом нужно Предохранять себя Во всяких Контактах С потенциально Борными людьми Это так Отвлечение Не надо Пренебрегать Врагов Мы знаем Его планы Поэтому Когда мы знаем Его планы Нам не надо Говорить А Ничего не будет Нет Есть определенные Условия Чтобы ничего не было Мы с вами разбирали 90-й псалом Там написано Что те кто возвал Те кто признал Бога своим спасителем Тем ничего не будет Мне никакая язва Не приблизится А если у нас Постоянно Мы уповываем Только на себя То будет И вот об этом Тоже сейчас почитаем Дальше 13 стих Будет же это вам Для свидетельства Свидетельства чего Бог Сказал Что он Явится Для того Чтобы Привлечь Суда Славу Божию На эту землю И когда У людей У него спрашивали А почему Тот или иной человек Болен Слеп Парализован И так далее Кто согрешил Он или родители Его согрешили Он говорит Никто не согрешил То есть никто не виноват А это произошло Для славы Божьей И Любое исцеление Сегодня Оно для Славы Божьей Мы знаем Сегодня очень много Мест Где проходит пробуждение Приходят проповедники Приходят пророки Несут Слово Божье И Слово Божье Исцеляет людей Люди начинают слышать Люди начинают Видеть Люди начинают ходить Те кто хромали Вновь я слышу о том Что восстанавливаются Органы У людей Есть очень много Свидетельств Шестнадцатый стих Нехороший стих Но надо его прочитать Часть Слова Божьего Надо читать Преданы так же будете Родителями И братьями И родственниками И друзьями И некоторых вас Умертвят Мне надо говорить О все Значит умертвят Кого-то из нас Это не про нас Кто может сегодня Умертвить человека Да кто угодно Сегодня жизнь К сожалению Во многих странах Ничего не стоит Я общался Со своими Друзьями В России Они говорят Сегодня На улице За зажигалку Могу убить И вы знаете Когда-то Давно еще Лет наверное Двадцать назад Может чуть больше Я слышал такую фразу В России Это тогда еще Мы говорим Про девяностые годы Да Это было больше Двадцати лет назад В России Жизни ничего не стоит Потому что Давно не воевали Вот говорит После войны Так к людям Не относились Потому что Знали что такое Цена человеческой жизни А сегодня Ну Сколько там Десять человек умерло Двадцать человек умерло Двести человек Это статистика Никто никого Никто никому не будет сожалеть Подскорбили Два-три дня Государственный траур Обвинили И все Но сожаление Не только в России происходит Это везде происходит Люди умирают каждый день Сегодня от гриппа умирает Гораздо больше людей Уже умер от коронавируса Вы знаете об этом И Возможно что Да Кто-то завтра не проснется Не о нас будет сказано Конечно Мы не правослушаем Такие вещи Но мы знаем Завтра определенно Кто-то не проснется утром Потому что завтра Вы можете прийти на кладбище И там будет очередная Похоронная процессия Но это не значит Что На этом жизнь Человека закончилась Вы знаете Ободрение состоит в том Что в откровении написано Что в последний день Когда явится Сын Божий На облаке Во славе То все Что поглотило Когда-то людей Вода Земля Огонь Ад Отдадут Их на суд Божий Всех отдадут Все души будут Выпущены на суд Божий И вы знаете Очень много людей Которых мы считаем Что они Недостойны Что они Не такие Как мы хотели бы Чтобы они были Окажутся рядом с нами На суде Написано Что верующий Иисуса На суд не является Конечно является Но просто Мы немножко Забыли Что такое суд Суд в данном случае В данном контексте Писания Это никогда Мы не заходим В зал суда Конечно заходим Просто не в качестве Обвиняемых Бог больше нас не обвиняет Бог теперь за нас Он не против нас То есть он Он с нами не судится Поскольку мы признали Иисуса Но что делать с теми Кто не принял Иисуса в свое время Кто не покаялся Их души тоже придут На суд И мы увидим их На суде В последний день Эти люди Будут давать Написано Каждый сам за себя Даст отчет Богу И это очень важный момент Что на сегодняшний день Мы должны задуматься Завтра придет Господь И все закончится На земле Начнется на небесах Или продолжится Но где мы окажемся Мы окажемся со стороны Сидящих в зале зрителей С которыми Бог уже не судится Или мы окажемся все таки На том месте Где стоит Обвиняемый Или Осужденный Или осуждаемый Которого Иисус будет либо защищать Либо скажет Я никогда не знал вас Делающие беззакония Об этом нужно задуматься Потому что то что я сейчас вам читаю Говорит нам о признаках Последнего времени Мы об этом тоже говорили Тьма будет сгущаться Болезней будет все больше Вражды будет все больше И Будут происходить Нехорошие события в нашей жизни Но мы должны Опираться на Слово Божие Слово Божие говорит следующее И будете ненавидимы Всеми за имя мое А дальше ободрение Но и волос головы вашей Не пропадет Терпением вашим Спасайте души вашу То есть когда мы проходим Подобного рода испытания А сегодня это испытание Послушайте Может быть коронавирус Вас как вируса не коснулся Но здесь сидят люди Которых коронавирус Коснулся и еще как Это люди Которым сократили рабочие часы Это люди Которых отправили В неоплачиваемый отпуск За свой счет Потому что Не с кем работать Это люди Которых уволят Это люди Которые работают На предприятиях Которые завтра Исходя из того Что еще Как минимум Пять недель Будет продолжаться Вот этот карантин Они потерпят Такие убытки Что вынуждены будут Объявить в своем банкротстве И эти люди Уже потеряют свою работу Таких людей Коронавирус Затронул все сферы Нашей жизни Простите За такую подробность Но туалетная бумага Исчезла Из прилавков Магазинов Люди просто Запасаются Всем чем угодно Чтобы сидеть дома А те кто не запасаются Приходят в магазин Смотрят туалет И бумаги нет Все есть А туалетной бумаги нет Алкоджель Нет Нигде Нигде нету А он нужен Он реально нужен С тем кто ездит В общественном транспорте Нужно приходить домой Мыть руки И протирать руки спиртом А его нету Потому что Люди пораскупили Все Потом Кто-то откроет магазин По продаже От того что не приходилось Во время эпидемии коронавируса Ну так всегда бывает Когда у нас объявляют Войну очередную с Ираном Или с Раком У нас люди запасаются Всем чем угодно Потом это все появляется В прилавках магазинов Откуда берется Из домов людей Как комиссионный магазин На самом деле Мы должны понимать Что коронавирус Он затрагивает нас всех Он затрагивает родителей Детей Которые не ходят в школу Куда девать детей В государственных учреждениях Вышло четкое распоряжение Детей на работу Брать нельзя Простите А куда деваться матери У которых Скажем Двое детей До 12 лет Которых дома Оставлять нельзя Брать отпуск Можно взять отпуск Потом пойти в битуах Сейчас скажу Подождите Нас всех затронул коронавирус Так или иначе Всех затронул коронавирус И пренебрегать этим нельзя Нельзя Потому что реально Смотрите В Израиль не могут прилететь Иностранцы А те кто свои же Наши же Израильские Наморощенные Прилетают Их на карантин На две недели Запирают То есть мало того Что я в отпуске Там побывал Я прилетел Меня еще вынуждено Отпуск на две недели Да Что такое сидеть дома Две недели Это у меня Спросите Я вам расскажу Это Это как в тюрьме Это жуть Теперь пооптимистичнее Писание говорит следующее Терпением вашим Спасайте души ваши Но вы говорите Ну при чем тут душа-то Я же Ну как бы Во-первых Мы не знаем Когда придет Господь Да ну скажем так Завтра же Господь не придет Почему мы так решили Потому что я не готов еще Ну я не готов У меня еще там Не побывал там Не побывал здесь То не поел В том ресторане Не ужинал Я еще не готов пока Но Бог говорит Придет день Когда один будет в поле Другой дома Один возьмется Другой останется Оставится Не останется Оставится Будет один на крыше дома Один в доме Один возьмется Другой останется В одной постели будут лежать двое Один возьмется Другой оставится И никто не знает, когда это произойдет. И наша задача быть готовыми к тому, что Господь придет каждый день. Я говорю, что не нужно строить планы. Я не помню, кто это сказал, но сказал очень классно. Жить нужно так, как будто, вернее, планировать свою жизнь нужно так, как будто Бог не придет никогда, но жить так, как будто Он придет через секунду. Мы обязаны так жить. Мы обязаны готовить свое сердце, потому что в тот день, когда Он придет, исправить будет уже больше ничего нельзя. И никто уже не примет наше оправдание. Ой, а я-то думал, у меня еще есть время на покаяние, на прощение, на избавление, на душ-попечение, на все что угодно. Нету времени. Все закончилось. Положение freeze, freeze mode. И ничего больше сделать нельзя. Дальше только суд. И вот вопрос. Мы приходим на суд как зрители, или мы приходим на суд как обвиняемые? И это очень тяжело. Писание говорит, что никто не устоит в судах Божьих. Это страшно. Поэтому, когда мы сталкиваемся с такими вот проблемами, как коронавирус, вся наша сущность, она только проявляется внутри. Вот кто мы? Как мы к этому относимся? Как мы себя поведем, когда есть проблема? Реальная проблема? И вот эта вот проблема, она покажет, кто мы есть на самом деле. То есть, мы чисты сердцем? Или все-таки нужно обращаться к Богу и говорит, тебе единому согрешил я? Сердце чистое сотвори мне, и дух праведный обнови внутри меня. Потому что, если мы начинаем в таких ситуациях, когда есть проблема, особенно такого глобального масштаба, который затрагивает все сферы жизни, всех людей, независимо, болеют они или нет, мы начинаем проявлять вот эту вот внутреннюю свою истинную сущность, в этот момент как раз и решается, где мы будем стоять. Но Писание говорит, что если мы притерпим до конца, то мы спасаем души наши. И души наши нам нужны не для того, чтобы завтра в супермаркет сходить. Нет, конечно, для этого душа нужна. Мертвое тело в супермаркет не пойдет. Но души наши живут вечно. Они не живут сегодняшними проблемами. И вот эти души должны войти в вечное Божье присутствие или в вечное Божье отсутствие. Выбираем мы сегодня. Нельзя будет выбрать последний день. И здесь написано, что мы должны видеть, вот как он же рассказал про смоковницу Иисуса, когда мы видим, что вот уже вот-вот-вот и плоды появятся. Или Нива пожелтела, уже пора собирать. А почему-то, когда мы видим знамение последнего времени, мы думаем, а ничего, само пройдет. Рассосется. Не рассосется. Все будет только сгущаться. Сгущаться, сгущаться, сгущаться. И здесь написано, когда же все это начнет в этот 28 стих, когда все это начнет сбываться, тогда восклонитесь и поднимите голову ваше, потому что приближается избавление ваше. Приближается избавление ваше. И вот здесь я хочу, чтобы мы обратили внимание, простите, да, вы просили что-нибудь оптимистичное, но я вынужден говорить правду. Но у меня так вот, у меня Бог для этого способствовал, что я правду говорю. И приближается наше избавление только в том случае, если мы правильно себя ведем. Если мы правильно себя ведем, то избавление приближается. А если мы ведем себя неправильно, оно от нас уйдет. Не будет никакого избавления. Не будет. Потому что мы должны проверять свое сердце каждый день. Каждый день проверять, верили мы. То есть, насколько мы Богу доверяем. Мы об этом много очень говорим. Мы говорим о том, насколько нужно доверять Богу, насколько нужно на Него полагаться. И об этом и сегодня будем говорить. Но Бог сказал, что у Него все абсолютно просчитано до последней минуты этого мира. Потому что Его задача, как можно больше людей, чтобы приняли Его как Бога и вошли в Царствие Небесное, Ему не нужно, чтобы люди умирали просто так. Если бы Ему было все равно, то Христос не пришел бы на эту землю две тысячи лет назад. Не страдал бы и не умер за освобождение нас от греха. И вот теперь нам нужно задуматься над тем, мы действительно хотим служить Богу. Тем, что мы оправдываемся кровью Иисуса Христа. Или мы все еще держимся за наши грехи и продолжаем их делать с надеждой на то, что избавление придет, потому что Бог милостив. А Бог говорит, что будет такой момент, когда Он закроет ворота и скажет, «Я никогда не знал вас. Никогда не знал вас». И Бог уважает наш выбор. Вот мы сейчас как раз разговаривали с молодым человеком перед тем, как началось служение. Человек не живет так, как ему нужно. Человек живет так, как он выбирает жить. Как ему нужно, знает Бог. Это написано в твоей книге, как ему нужно жить. Но не всякий человек выбирает жить так, как нужно. Он выбирает жить так, как он хочет. Но вы знаете, сеять мы можем в свою жизнь все, что захотим. Но пожинать мы будем только то, что посеять. Ничего другого. И это очень важный момент. Три стрелки стих. «Небо и земля пройдут, но слова мои не пройдут. Смотрите же за собою, чтобы сердца ваши не отягощались объеданием и пьянством, и заботами житейскими, чтобы в день тот не постиг вас внезапно. Ибо он, как есть, найдет на всех живущих по всему лицу земли. Итак, бодрствуйте во всякое время и молитесь. Да сподобитесь избежать всех сих будущих бедствий и предстать перед Сыном Человеческого». То есть, мы должны постоянно бодрствовать в молитве. Мы должны просить Бога, чтобы Он нами руководил. Написано, что Бог мудростью сотворил этот мир. И Писание говорит, если у кого-то мудрости не хватает, нужно просить у Бога. Просить. Но при этом ни капли не сомневаясь. Плюс ко всему, здесь написано, что мы не должны себя отягощать заботами житейскими. Вот сегодня дьявол хочет, чтобы мы отягощали себя заботами житейскими. Всего боялись, нигде не ездили, никуда не ходили, сидели дома, запаслись туалетной бумагой и никуда не выходили. Но вы знаете, что происходит в этот момент с человеком? Он перестает служить Богу, он начинает служить дьяволу. Да, даже верующий христианин начинает в этот момент служить дьяволу. Нет, если нас, как бы по симптомам нашим, посадили в карантин и сказали, сиди две недели, потому что эти две недели, ты самый заразный. Это правильное поведение. Но если мы начинаем от страха это делать и всего бояться, и вот эти вот маски одевать, или не ходить, не дышите рядом со мной там. Нет, ну понятно, две недели, если мы не пожмем, друг другу, руки, ничего страшного не произойдет. Никто ни на кого не обидится. Но когда люди начинают, ой, нет, я туда не пойду, потому что там коронавирус, мне вот туда не пойду, я туда ребенка не отведу, дети вообще не поддерживают этому заболеванию, если что. Я детей туда не поведу, там в детский сад или еще куда-нибудь, потому что я боюсь, не потому что там есть заразившийся ребенок, а потому что я боюсь. Человек в этот момент начинает служить дьяволу. Потому что если в Божьем Царстве всем абсолютно правит любовь, то в Царстве дьявола всем абсолютно правит страх. Потому что, написано, любовь изгоняет, что? Любой страх. Любой. Если мы пребываем в любви, то там нет никакого страха, потому что Бог дал нам не духа страха, а духа чего? Силы, любви и целомудрия. А что такое целомудрие? Вот я давно задавался таким вопросом. Что такое целомудрие? Это хранит себя в чистоте, некоторые говорят, да? У целомудрия есть очень много описаний в разных толковых словарях. И одно из них, например, это своевременность. Одно из объяснений целомудрости. Своевременность. Есть еще такое, как хранение себя в чистоте. Есть такое, как понимание, как сексуальная чистота. Есть много разных, но это своевременность и хранение себя в чистоте. Не только в чистоте телесной, но и в чистоте духовной. Нужно смотреть, зачем мы смотрим, да? Писание говорит, Иисус говорит, берегите более всего, что? Глаза ваши, око ваше, потому что оно есть что? Свет вашему телу. Потому что если то, что внутри вас тьма, то свет, который внутри вас тьма, то что же такое тьма? А чему нас учат с экранов телевизоров, с интернета, отовсюду? Вы знаете, чего только там не напишут. И тут умерли, и там заразились, и еще сто человек в карантине, и в Европе там эпидемия, и покажут один какой-нибудь несчастный ларек, в котором люди скупают, как бешеные там консервы, и скажут, в Европе критическая ситуация, понимаете, да? Люди хотят слушать новости, а новостные каналы хотят зарабатывать деньги. Но на хороших новостях денег не заработаешь. Как говорила мудрая по человеческой мудрости старуха Шапокляк, говорила, хорошими делами прославиться нельзя. Новостные каналы прославляются плохими делами. Они ни о чем хорошем не расскажут. Знаете? Когда по новостному каналу передают, там, перевернулся поезд, взорвался автобус, там, потерпел крушение самолет, там, и так далее. И в конце теперь печальные новости. А до этого какие были? Ну, так построена система работы средств массовой информации. нужно посеять в толпу панику, посеять в толпу страх. Такой толпой проще управлять. Но мы не толпа. Мы дети великого, всемогущего царя. У этого царя все наши волосы на голове посчитаны. И написано, ни один из них с головы вашей не пропадет. Мы не можем уподобляться толпе. Мы должны быть там светом. Вы знаете, маяк, который стоит на берегу моря, он не бегает по берегу, не мелькает своими фонарями вещах, кого бы спасти. Он стоит твердо на скале. И вот кто хочет спастись, он должен искать, где маяк. Не маяк должен искать, кого спасти, а люди должны искать, где маяк и к нему плыть. Мы должны быть маяком в такой ситуации. Мы должны быть маяком. Вы знаете, Иисус был не единственный из тех, кто ходил по Иерусалиму и говорили, что они мессии. В то время по свидетельству Иосифа Флавия было еще около 30 человек выдававших себя за мессию. Подтверждение того мы читаем в Деяниях апостолов, когда фарисеи спорили вообще можно ли или нельзя разрешать им именем Иисуса чего-то делать. И один из фарисеев сказал, послушайте, если это от человеков, как было с таким-то, таким-то, то оно само пройдет. Нету, никого не осталось из последователей, но если это от Бога, лучше с Богом не конфликтовать. Так вот, там было около 30 человек в тот момент, которые провозгласили себя мессией. В Иерусалиме только, я не говорю про все другие места, 30 человек на маленький Иерусалим. Но почему-то толпы людей ходили именно за Иисусом, и фарисеи боялись имена Иисуса. Почему? Потому что он был как маяк. Он стоял твердо на основании, и люди ходили к нему, крыши разбирали, чтобы прийти и принести ему больного человека, потому что он не бегал, к вам кого-то нужно полечить, истерить, помолиться с больным, хлебушка превратить там, в две грозы, не, не надо, рыбку там, нет, вино там, вот, нет. Он не ходил-то. Он свелся совершенно спокойно. Он находился там, где он должен был, где он знал, что он должен был находиться. И так Бог устраивал пути людей, когда они приводили к этому маяку всех спасаемых. Аминь. Мы должны быть такими людьми. Мы не должны поддаваться этой панике. Мы должны вести себя абсолютно стойко. Смотрите, люди смотрят на нас. Люди, особенно если на вашей работе знают, что вы верующий человек, люди будут вас рассматривать через вот такое огромное увеличительное стекло. Огромное. Каждый миллиметр вашей кожи будет виден. Как вы реагируете на обстоятельства? Мы как реагируем на обстоятельства? Как мы реагируем на слова, которые нам говорят? Как мы реагируем на оскорбления, которые нам говорят? Как мы себя ведем в разных ситуациях? И тогда люди посмотрят и говорят, он чем-то отличается. Или, как в Писании написано, возьмутся за полы иудеи и скажут, мы с тобой, ибо знаем, что с тобой Бог. А если они увидят, что наше поведение, наши слова, наша реакция ничем не отличается от всех остальных, то зачем такой Бог нужен вообще? Я без него нормально справляюсь. Нет, я не говорю, что нам нужно быть абсолютно, знаете, такая вот статуя из камня из вояния, которое не моргнет. Кто же его посадит? Он же памятник. Иисус тоже гневался, Иисус уставал, Иисус голодал, Он хотел пить, Он хотел спать. Мы не лишены человеческих эмоций, однозначно. Но эмоция это не состояние души. Эмоция это сиюминутное проявление нашей какой-то автоматической реакции. Но что у нас реально внутри? Насколько быстро мы можем переключиться и сказать, стоп, 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 стоп. Я это не смотрю. Я на это не реагирую. Я этого не вижу. Я этого не хочу. Это не мое. Это не из моего царства. Понимаете, мы когда приезжаем в мусульманскую страну, мы слава Богу не приезжаем, но если человек приезжает в мусульманскую страну, он христианин. Он же не пойдет в мечеть молиться. мусульманин не приезжает в христианскую страну, не идет в церковь молиться, они, каждый занимается тем, чем он занимался раньше. Но почему-то, когда мы приходим в царство дьявола, вот это вот, которое сегодня сеет нам коронавирусы, экономические кризисы, доллар подскочил, если кто не в курсе. Если не в курсе, значит вам не надо знать, сколько стоит доллар. А многим говорят, а вы знаете, что доллар сегодня стоит столько, а мне оно зачем надо? Нет, ну мне в частности надо, скажем, кому-то может быть и не надо. У него зарплата в шекелях как была, пять тысяч, так и останется, ему не надо знать, сколько стоит доллар. Но в новостях обязательно скажут, а доллар подскочил. И он думает, да что ж ты будешь делать. Ну тебе какая разница, подскочил этот доллар или нет, тебе что от этого в жизни поменяется? У тебя как была зарплата, пять тысяч, так и останется. Нет, но все-таки нужно попереживать же, доллар же подскочил. Мы так не должны реагировать. Мы должны, то есть написано, что нужно делать. Нам нужно, чтобы мы не обременялись с заботами житейскими. Это не значит, что мы должны исключить житейские заботы из своей жизни. Нет, мы должны подуспокоиться, что нам сегодня вечером кушать. Нужно таки приготовить еду, чтобы было что кушать. Нет, можно даже сырое мясо подрызть, но оно невкусно. И говорят, что даже не всегда полезно. Лучше приготовить. А если приготовить, то вкусно. Чтобы вкусно приготовить, нужны ингредиенты какие-то. То есть нужно позаботиться, чтобы дома был запас продуктов. Это все житейские проблемы, правда? Но мы же как бы так или иначе не сталкиваемся. Нужно подумать, что одеть, чтобы оно было чистое, постиранное, поглаженное. Правильно или нет? Или я в другом измерении живу? У всех так, как только у меня. У всех, да? Это житейские заботы. Но Писание говорит, что мы не должны обременяться житейскими заботами. Что значит обременяться житейскими заботами? Это когда они начинают на нас давить. Давить. Мы несем бремя, то есть тяжесть на себе этих житейских забот. А вы знаете, что происходит, когда человек несет тяжесть? Все ходят, когда им тяжело вот так. А когда мы ходим вот так, мы вот так не смотрим. Мы смотрим вот так. И в конце концов, когда человек все время смотрит вот так, он перестает верить в то, что небо существует вообще. Что там облака плывут, что оно синего цвета. А в Израиле небо синее. Когда небо осмотно. И это происходит с людьми. Люди перестают. Знаете, почему слон дрессированный в цирке, и его никто не боится? Как дрессировать слонов, знаете? Я об этом на лидерских тренингах рассказываю, но я вам расскажу в двух словах. Огромный слон, который весит несколько тонн. Где он находится в то время, когда он не на алине цирка? Как вы считаете? В клетке. Какую клетку нужно привезти с собой, чтобы слона туда поместить? Привязан на цепи. Он на цепи привязан. К чему? К колышку. Он даже этот колышек, он если его ногой пнет, он его не заметит, даже если металлический он его согнет. Под весом своим. Но почему он привязан к этому колышку и никуда не девается? Ему даже расскажи ему, что вон, видишь там, какая слоника классная ходит. Он скажет, так не бывает. Муж говорит, смотри, там трава зеленее. Он говорит, какая трава? Слон привыкает видеть только то, что у него в радиусе его прогулок на длину цепи. На длину цепи. Почему? Потому что, когда он был маленьким слоненком, его привязывали к колышку. И когда он пытался подбежать к этой зеленой травке, ему было больно. И он к этому привык. И он знает, что если он слышит этот вот грохот цепи, который сейчас натягивается, натягивается, ему опять будет больно. Ему же не будет больно, потому что у него объем ноги больше, чем когда он был слоненком. Но он привык, что ему будет больно. И все, что дальше, чем длина цепи, для него не существует. Человек точно так же ведет себя, когда обременяется житейскими заботами. Он уже не видит того, что вокруг. Он не видит того, что наверху. Он перестает восторгаться жизнью ему все плохо. И когда-то один из православных священников, есть даже видео такое, он сказал, зачем тебе беспокоиться о том, что ты пойдешь в ад, когда ты уже в аду. Если ты уже сейчас видишь, только все плохо, все грязно, ничего не убирают, что-то курки на тротуаре валяются. А что тут у нас? А, асфальт плохой положили. Что тут у нас? А, мусор вот не опустошили. Вот так вот ходит человек и постоянно обсуждает вот то, что у него под ногами. Ты подняли голову наверх, там же другой мир. Там небеса, там птицы поют, а он ходит. Для кого-то это не поют. Если мы поддаемся этому житейскому времени, то нам нужно куда идти? К Иисусу нужно идти. Какой бы это вот был? К Иисусу нужно идти, потому что Писание говорит, придите ко мне все труждающиеся и обремененные. Он говорит, возьмите мое иго, ибо оно легко, иго и бремя одно и то же. Оно легко, он говорит. А мы постоянно пытаемся свое нести и говорим, нет, кто за меня? Если не я, то кто? Если не ты, то Бог. Потому что Писание прямо с первых глав Библии говорит, все, что невозможно Богу, все, что невозможно человеку, возможно Богу. А человек говорит, да ладно. Теология моего опыта подсказывает совсем другое. Понимаете? есть одна история и я еще одно местописание прочитаю и там закончу. Рассказывал, она прозвучала впервые, я услышал эту историю в фильме, который назывался Распутин. Мы видели этот фильм Распутин? Очень рекомендую посмотреть. Хороший фильм. Не применяйтесь этим фильмом, но посмотрите. Так вот, он там рассказал интересную историю. Приходит человек с крестиком и говорит, Бог, мне тяжело нести этот крест. И Бог ему говорит, ну хорошо, поставь его здесь, пройди, выбери себе любой другой и неси. И он подходит к одному и тот говорит, этот корявый какой-то, другой говорит, этот какой-то тяжелый, этот какой-то маленький, какой-то большой, этот какой-то деревянный, какой-то железный, какой-то не такой, а пошел все кресты, берет крест и говорит, Говорит, о, вот этот возьму, этот мне нравится Бога. Так это тот, который ты положил, когда зашел. Мы очень часто думаем, что если бы нам дали что-нибудь попроще, тогда нам было бы легче быть. Псалом 65. Здесь Псалом хвалы. Мы не знаем, за что Давид хвалил Бога в этот момент, но мы знаем, что у Давида всегда было за что Бога похвалить. Это очень важный момент. Мы иногда забываем. С 9 стиха. Он сохранил душе нашей жизнь и ноге нашей не дал поколебаться. Он говорит, пойте Богу. С чего начинается этот Псалом? Он начинается, пойте славу имени Его, возносите славу и хвалу Ему. За что? Перечисляет за что? Он говорит, он сохранил душе нашей жизнь и ноге нашей не дал поколебаться. За это можно хвалить Бога? Нужно. Кто-то сомневается, что в его жизни тоже такое было? Никто не сомневается. Копните в своей жизни хотя бы один раз. Бог не дал вашей ноге поколебаться. Вы приняли твердое решение и выполнили это. Дальше написано. Ты испытал нас, Боже, направил нас, как и переплавляют серебро. Интересный момент, да? Как вот переплавляют серебро? Знаете, как переплавляют серебро? Кто-нибудь видел кого-нибудь? Видели? Знаете, как переплавляют? Я расскажу в двух словах. Берут серебро, кладут его в чашку для плавления. И серебро же не стопроцентное серебро, там есть примеси разные. И эти примеси всплывают, когда серебро всплавляется. И тот, кто плавит его, он снимает, 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 снимает. Пока что не произойдет? А? Пока свое отражение не увидит в этом серебре, как в зеркале. В этот момент серебро чистое. Так делается, что золото, кстати, так же плавится. Дальше написано. Ты вывел нас... Прардон. Ты ввел нас в сеть, положил оковы на чрезла наше, посадил человека на голову нашу, мы вошли в огонь и в воду, и ты вывел нас на свободу. Мы сегодня с вами находимся все в трудных ситуациях, а подчасти больше на работе. Тут написано, что он ввел нас в сеть. Работа это сеть. Кто думает, что он находит временную работу, нет ничего более постоянного, чем временная работа. Я еще чуть-чуть поработаю, выровню финансовое положение, потом уйду. И так очень много лет. Я знаю людей, которые уже чуть-чуть работают лет 20. На одном и том же месте. Пока не выровняли материальное положение. Но и заподрение. Тут написано, что ты ввел нас в сеть, положил оковы на чрезла наше. То есть мы привязаны к этой работе, мы связаны с зарплатой, кредитами, банками. Связаны. Ну так ведь, нет? Или я опять же в другом измерении живу? Мы же все из зарплаты платим кредитами. Или кто-то нет? Кто-то отдельно получается. Все зарплаты? Дальше написано. Посадил человека на голову нашу. Любимый босс. Ну так. Здесь понятно, не об этом идет речь. Здесь говорится о царях этих, которые захватили. Ну все равно. Посадили же на голову нашу. Сидит над головой человек. Говорят, он у меня на голове сидит. Босс. Приходит и говорит, что делать надо. Посадил. Ну дальше написано. Мы вошли в огонь и в воду. Бывает такое. В притчах написано, что если тебя ругают на работе, начальник, не уходи с этой работы. Останься. Будет лучше. Ну так написано. Нельзя уходить. То есть каждый ушел. И обидится. Ну здесь написано, что мы вошли в огонь и в воду. А дальше написано, что ты вывел нас на свободу. Бог выведет нас на свободу. Мы освободимся от любого рабства. От любого ига. Нужно это просто пройти. Помните, о чем Иисус говорил? Он говорил, терпением вашим спасайте души ваши. И сейчас сложное время. Коронавирус. Сокращение на работе. Завтра будут проблемы с деньгами. Послезавтра будут проблемы еще с чем-то. Это все для славы Божьей. Он выведет нас на свободу. А дальше написано. Войду в дом твой со всесожжениями. Воздам тебе обеты мои. То есть вот этот момент, когда мы пообещали Богу, что мы будем Его детьми и слугами. А мы когда-нибудь обеты Его воздадим. То есть мы придем и скажем, Господь, я все претерпел. Вот Он я. Я все прошел. Потому что ты вывел меня на свободу. Вот я здесь. Я не сдался. Я нигде не упал. Я вот Он. И дальше написано. Придите, послушайте все боящиеся Его, и я возвещу вам, что сотворил Он для души моей. Я воззвал к Нему устами моими, и превознес Его языком моим. Если бы я видел беззаконие, если бы я видел беззаконие в сердце моем, то не услышал бы меня Господь. Вы слышите, да? То есть если бы у меня в сердце были разные беззаконные вещи, Бог не слышит, когда мы творим беззаконие и взываем к Нему. Не слышит. И написано. Но Бог услышал, внял глазу и моление моего. Благословен Бог, который не отверг молитвы моей, и не отвратил от меня милости своей. И дальше 67-й псалом, и на этом закончим. Благословен, 20-й стих. Благословен Господь всякий день. Бог возлагает на вас время, но Он же и спасает вас. Это еще не Аминь. Аминь будет после следующего стиха. Написано. Бог для вас. Да? Тут написано. Бог для нас. Ну, для вас. Бог во спасение во власти Господа, в Среди Жителя, врата смерти. Теперь смотрите. Если Бог для вас, а намерение в Него во благо, а не во зло, и если в Его власти врата смерти, то чего нам бояться? Смерти? Нет. Не нужно бояться жизни неправедной. Вот этого нужно бояться. А смерти бояться не надо. Потому что Бог написан за нас. Он позволяет этим всем проблемам. Сейчас он написан, но Он же и выводит нас. Вот это Аминь. И за это будем молиться. Аминь. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!